Здесь представлен SN42, стальной нагрудник, сделан из лекированной стали. Состоит он из двух частей. Передняя часть, малькообразная, и также которая прикрывает паховую обувь. Начали делать цельные, они в движении невозможно было приседать, ползти особенно было очень сложно, поэтому было принято сделать из двух частей его. Вставки вот такие мягкие сделаны, они были необходимы при попадании пули осколка, амортизация, чтобы боец не получал травму. Так как при попадании пули, несмотря на то, что у бойца баранжилет, естественно, ломаются ребра, и человек получает травму. Такие вот стальные нагрудники носили отряды Шизбра, это штурмовая инженерно-саперная бригада, также их называли панцирной пехотой Сталина. То есть это элита, по факту, как сейчас у нас есть спецназ, это считалось, что это самые лучшие бойцы, был очень жесткий отбор. Никогда в такие отряды, бригады не брали старше 40 лет и брали физически крепких парней. И желательно, конечно, чтобы это был спортсмен. В их задачи входило все самые сложные операции, спецоперации по штурмам домов, подвалов, также фортов, различных укреплений, дзотов, дзотов. И все это осуществляли именно они. Реально шли напролом сквозь стены. Почему? Потому что даже когда немцев не могли выбить из каких-то определенных укрепровелов, тот же там дом, подвал дома, они буквально в смысле ломали стены, как ломали, тротиловыми шашками и выжигали просто-напросто все огнеметами и пулеметным огнем, уничтожали противник. Потому что на вооружении у Шизбера стояли как огнеметы, так и пистолеты-пулеметы. Здесь один образец у нас представлен, ППС-43. Это как раз-таки пистолет-пулемет Судаева, которым снабжали эти штурмовые отряды. Ну и также различное стрелковое оружие. То есть по факту это была элита, которую необходимо было защищать. Так как в начале войны у них не было своей артиллерии, своей поддержки, то есть они выполняли только задачу штурма. То есть всю остальную задачу уже выполняла пехота, а не только укрепрайоны. Рушили, уничтожали противника, а когда обычная пехота могла уже идти в бой, их пускали. Есть факты, которые рассказывали ветераны, в мемуарах некоторые описывали. Конечно, от винтовочной пули Сталиногрудник не спасал, но тем не менее он был разработан вообще у 9-мм пистолетной пули. То есть он мог защитить. Тут также от осколков. Сделали, несмотря на то, что здесь все разработано, сделано вроде бы для амортизации, как я говорил уже. Наши солдаты все-таки считали это недостаточным и в некоторых случаях обрезали свои куфайки, делали без рукавки и также подкладывали сюда. Когда одевали на тело, после чего одевали этот как раз-таки Сталиногрудник. Если посмотреть, то здесь есть загиб на плечо, заходит, а по этой стороне его нет. Почему? Потому что солдат должен стрелять, стреляя даже из пистолета, пульмета. Мы можем прикладывать этот приклад раскладной к плечу. То есть для того, чтобы прицелиться или для того, чтобы меньше была отдача. То есть, естественно, здесь этой части нет к правому плечу. Также этот Сталиногрудник использовался в качестве защиты при стрельбе лежа. То есть он снимался, ползти с ним было очень неудобно. Он снимался, Сталиногрудник ставился и сбоку с этого можно было стрелять. То есть он по факту закрывал всю верхнюю часть солдата, который находился в положении лежа, и можно было стрелять, прикрывшись им. Присутствует у нас образец Сталиногрудника СН-42 Кераса, который был выкопан в ходе поисковых работ. Он был найден, к сожалению, бойца с ним не было, но тем не менее, как бы, такие вещи, они очень редкие. То есть их вообще было очень мало отрядов, и после войны их вообще расформировали, так как считали, что они не нужны, что у нас очень большое вооружение, танки и все остальное. И их вообще упразднили в 1946 году. Поэтому вот такие вот редкие вещи у нас всего в единственном экземпляре, именно копанный, который был найден. Но он присутствует. В боях под Сталинградом, также при штурмах различных немецких городов, очень много жизней спасло, спасли эти устройства. И примерно где-то на 30% было меньше уже потерь личного состава по сравнению, когда они были без этих стальных нагрудников. Субтитры создавал DimaTorzok